Поручни, двери, сидения. Все, чего касается пассажира, теперь обрабатывается специальным хлоросодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Из-за ежедневной процедуры дезинфекции перед выходом в рейс водители теперь приходят на работу раньше, но, как признаются, с пониманием относятся к этому, как и к тому, что теперь за рулем они работают в специальных масках. Как началось, так и люди с пониманием относятся. Для моего здоровья и для пассажиров, конечно, важно. Одного такого баллона хватает на обработку 20 салонов. Всего в компании-перевозчике более 350 машин, и каждую дезинфицируют перед отправлением в рейс. Раствор жидкий, но он успевает высохнуть, пока маршрутка едет к первой остановке. Кроме того, он абсолютно безвреден, если вдруг попадет на кожу пассажира или его одежду. Пассажирам можно не бояться этого, поскольку концентрация растворов именно такая, которая соответствует рекомендациям и не причиняет вреда ткани и здоровью. Ежедневную процедуру мойки и дезинфекции маршруток выполняют по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Это связано и с начавшимся месячником по благоустройству, и с периодом распространения респираторно-вирусных заболеваний. Представители городского департамента транспорта ежедневно проверяют, выполняют ли поручения автобусные парки и депо. Во всех транспортных предприятиях города есть бригады мощников и дезинфекторов. Закуплены растворы с месячным запасом и назначены ответственные люди, которые контролируют работы. Все эти мероприятия в ежедневном режиме проводятся. Наша задача, чтобы транспорт был безопасен для тех пассажиров, которые в нем ездят, и мы ее выполняем. За нарушение ежедневного регламента ответственным лицам грозят выговоры, штрафы и увольнения. Но с тех пор, как началась тщательная обработка маршруток, ни одного нарушения выявлено не было, потому что в компаниях, занимающихся перевозками, понимают важность и необходимость этой работы. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События.